Партнер выпуска новостей натуральные снеки Эст Бали Кешью. Новый музыкальный сезон ждет Владивосток. Приморская филармония готовится отметить 80 лет. Выставку наград из собрания музеев Московского Кремля смогут увидеть приморцы. Она совсем скоро откроется в музее Арсенева. Мы приготовили для вашего города, для жителей города и Дальнего Востока большой подарок. То есть сделали акцент именно на службе и храбрости. Лингофонный кабинет появился в школе на Ходкинской воспитательной колонии. Ребята изучают английский язык. Также в выпуске к 2023 году паводки перестанут угрожать жилым районам. В Приморье разрабатывают меры предотвращения наводнений. И еще раз скажем. Луч обыграл московская «Динамо» и вышел в 1-8 Кубка России. Но об этом немного позже. А сейчас о главном. Финансирование и ход работ по предотвращению серьезных последствий паводков вновь обсуждают Приморье. Губернатор Олег Кожемяков встретился с главой Минприроды России Дмитрием Кобылкиным. В планах к 2023 году решить ряд проблем, связанных с затоплениями в нескольких муниципалитетах. Олег Кожемяков подчеркнул важность и эффективность берегоукрепительных работ. Ведь при прошедших летом ливнях последствия и в Октябрьском районе, и в Уссурийске менее серьезные, чем раньше. Глава Приморья также сказал о необходимости направления средств из федерального бюджета на предотвращение наводнений сразу на 2-3 года, чтобы можно было заключать полный контракт на те или иные виды работ. Ближайшие и затратные работы – это строительство дамб в Уссурийске и Лесозаводске Чугуевском районе. И тогда уже к 2023 году паводки и разливы рек перестанут угрожать жилым районам. В четверг, 3 октября, состоится судебное заседание, на котором будет рассмотрена апелляционная жалоба адвокатов экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева на приговор Тверского районного суда Москвы. Защита бывшего градоначальника и владельца группы компании «Восток-Цемент» настаивает на том, что Пушкарев невиновен и требует отменить приговор, сообщает независимая газета в своей публикации. Шансы на свободу, чем закончится судебное разбирательство по делу экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Его обвиняют не в незаконном предпринимательстве. Что было бы понятно, ему инкриминируют получение взятки, коммерческий подкуп и превышение должностных полномочий. Защита настаивает. В деле имеется целый массив доказательств того, что в действиях Пушкарева нет состава преступлений по этим статьям. В преддверии принятия решения по апелляции «Независимая газета» выяснила, что думают эксперты о подоплеке этого дела и шансах Пушкарева выйти на свободу. В деле Пушкарева по факту жители Владивостока видели следующее. Была поставлена задача подготовить Владивосток к саммиту ОТЭС-2012. И Пушкарев, бизнес которого по производству цемента на Дальнем Востоке был фактически монопольным, конечно же, подключил и свои ресурсы. Это позволило в сжатые сроки в кредит подготовить дороги и всю необходимую инфраструктуру. Поручение президента выполнено, но спустя несколько лет за это Пушкарев, собственно говоря, и поплатился. Хотел как лучше, а получилось как всегда. С этим мнением согласен и политолог Павел Наливайко. Ни для кого не секрет, что у Пушкарева были непростые отношения с экс-губернатором Миклушевским. Но и тот, видимо, понимая по своему задачу декриминализации региона, вот решил таким образом поиграть. По юридическим нормам судить человека должны там, где и происходило нарушение закона. Каким образом удалось продавить, пробить решение о суде в Москве, я, к сожалению, не готов сказать. Но это вызвало серьезный резонанс здесь, у дальневосточной публики. Подчеркнул Наливайко. Независимая газета пишет, если это действительно так, то у Пушкарева вполне есть шансы на смягчение наказания. Ведь Владимир Миклушевский не губернатор уже почти два года и сейчас занимает гораздо более скромную должность ректора Московского политехнического университета. Причем отставку самого бывшего губернатора эксперты связывали с уголовными делами против его замов, постоянной сменой руководителей департаментов, скандалами во время избирательных кампаний. Очевидно, его влияние и политический вес значительно поуменьшились. Так ли это узнаем 3 октября на судебном заседании по апелляции дела Пушкарева. Получить хорошее образование можно и в колонии, если у руководства учреждения есть цели помочь воспитанникам устроиться в жизни. Лингофонный кабинет появился в школе на Ходкинской воспитательной колонии. Здесь создали хорошую материальную базу для учащихся. Новое оборудование позволит ребятам изучать иностранный язык на современном уровне. Уже сегодня педагоги отмечают успехи у воспитанников колонии. На английском с ребятами побеседовала моя коллега Светлана Садовая. Оборудованный по последнему слову техники лингофонный кабинет в Находкинской воспитательной колонии для несовершеннолетних установили летом. Специально к началу нового учебного года. Сегодня ученики и учитель английского привыкают к новому оборудованию. Но процесс изучения языка уже стал значительно легче, отмечает педагог Светлана Калашникова. Сюда приобрели и установили специальную мебель и оборудование, компьютер, пульт управления для контроля учеников, наушники с микрофонами, мультимедийную доску, акустическую систему и аудиоплеер. Как отмечает директор школы Ольга Скокова, лингофонный кабинет поможет воспитанникам овладеть качественными знаниями в области иностранных языков. На уроке учителю сложно уделить внимание каждому ученику. Теперь, благодаря новому оборудованию, воспитанники могут работать одновременно, параллельно, как независимо друг от друга, так и в группе, что существенно повысит эффективность занятий. Внедрение новых информационных технологий позволит сделать урок интересным, наглядным и информативным для учащихся. Я хочу сказать о работе нашего педагогического коллектива, потому что это их инициатива, их заслуга. Учителя творчески работают, повышают свою квалификацию, ездят в Владивосток и работают именно с новой технологией, так будем говорить. Этим ребятам, отмечают педагоги колонии, английский необходим в том числе и для дальнейшей реабилитации и социализации после выхода на волю. Светлана Садовая, Андрей Толстихин. Новости на восьмом. Восьмидесятилетний юбилей уже через месяц в этом октябре отметит Приморская краевая филармония. В преддверии торжества на суд поклонников представлена программа нового музыкального сезона. Нас также ждет 16-й джазовый фестиваль о музыкальных новинках в сюжете моего коллеги Евгения Черемухина. Вот уже 16 лет на концертной площадке учреждения, которая ассоциируется с классической музыкой, фраком и серьезным лицом, проходит международный джазовый фестиваль. Джаз, хоть и невероятно сложный и требующий глубоких знаний и отточенной техники стиль, все же не терпит ханжества и напускного пафоса. В стремлении привить Владивостоксам вкус к джазу в Приморской краевой филармонии провели специальную пресс-конференцию. Там рассказали о планах на новый 81-й концертный сезон, в течение которого ожидается и джазовый фестиваль, и много чего интересного. Например, концерт пианиста с мировым именем Владимира Овчинникова. Сюда смог доехать вот только сейчас в связи, конечно, с загрушенностью своего расписания. Это передвижение существует уже достаточно давно, и главная цель этого дела заключается в том, чтобы ездить в далекие точки нашей необъятной Родины, вот с такими культурными программами. Концерт Владимира Овчинникова состоится 27 сентября. Следом за ним гостей ждут на юбилей филармонии. Как ни крути, 80 лет – возраст солидный. Потому и программа нового концертного сезона полна сюрпризов. В сентябре уже отгремел джазовый марафон, далее – международный фестиваль культур стран АТР. Ну и, конечно, «Вишенка на музыкальном торте» – джазовый фестиваль, также не признающий географических границ. Год от года он развивается, и вот вновь придумали что-то новенькое. В этот раз инновации касаются поощрения музыкальных джаз-бендов. Призрительских симпатий мы проводим в шестой раз. Это та номинация, которую определяет публика, пришедшая на концерт. Слушатели, приморские слушатели, которые, как мы уже надеемся, за 16 лет существования джазового фестиваля, уже представляют, что такое джазовое искусство, и могут оценить его, выбирают самую лучшую, понравившуюся им команду. В ходе конференции озвучили свои планы и главный дирижер Тихоокеанского симфонического оркестра Дмитрий Бутенко и другие, не менее важные гости. Обо всем подробнее можно узнать на сайте филармонии или в буклетах. Ну а Восьмой канал продолжает следить за музыкальной жизнью Дальневосточной столицы. Евгений Черемухин, Сергей Тулатиев. Новости на Восьмом. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой... Выставка наград и собрание музеев Московского Кремля откроется во Владивостоке. Третий ежегодный фестиваль тайги пройдет в Приморье. Владивостокский луч обыграл на домашнем поле Московское Динамо. Партнер выпуска новостей – натуральные снеки Эст Бали Кешью. В сердце тропического острова Бали мы производим для вас натуральные снеки – орехи кешью, гранолу и попкорн. Орешки кешью обладают непревзойденным качеством и свежестью. Обережно собранные тропические ингредиенты – кокосы, бананы, какао-бобы и морская соль – идеально дополняют нашу продукцию, которая не содержит глютен, консерванты и искусственные добавки. Спрашивайте «Ист Бали Кешьюз» во всех супермаркетах города. Сегодня с вами Юля Рокотская. И мы продолжаем. Выставка наград и собрание музеев Московского Кремля откроется во Владивостоке. Третий ежегодный фестиваль тайги пройдет в Приморье. Владивостокский луч обыграл на домашнем поле Московское Динамо. Выставка наград и собрание музеев Московского Кремля откроется в Приморском музее имени Арсеньева 3 октября. Жители и гости Владивостока смогут познакомиться с бесценными раритетами эпох Российской империи, СССР и современной России. Новый выставочный проект «За службу и храбрость. Наград России» представит период с конца XVII века до настоящего времени. Музей имени Арсеньева вновь покажет экспонаты из собрания музеев Московского Кремля. Новый проект «За службу и храбрость. Награды России» представит период с конца XVII века до настоящего времени. А это значит, жители и гости Приморья смогут познакомиться с бесценными раритетами эпох Российской империи, СССР и современной России. Мы здесь показываем самые известные, самые знаменитые награды не только Российской империи, но и Советского Союза. Мы впервые привезли полководческие ордена, которые были созданы во время войны. И многие увидят ордена, которые они видели на фотографиях дедушек, ну кто-то, наверное, отцов. Первая часть выставки посвящена императорскому периоду. Звезда коллекции – знак ордена святого Андрея Первозванного, который принадлежал Петру Великому. Здесь же собраны атрибуты придворного церемониала и иконы с образами святых покровителей российских орденов. Мы приготовили для вашего города, для жителей города и Дальнего Востока большой подарок. То есть сделали акцент именно на службе и храбрости. Посетители выставки собрания музеев Кремля узнают о наградной системе Советского Союза, которая стала новаторской и для отечественной, и для мировой традиции. Увидят знаменитые боевые награды – ордена Суворова, Кутузова, Александра Невского. Эти атрибуты доблести напомнят о славных страницах отечественной истории. Реакцию коллекционеров вообще сложно представить. Эти регалии уникальны. Добавим, для знающих во Владивостоке представят статут подписанной императрицей Екатериной Второй. Мы впервые показываем издание статута Святого Георгия, подписанной Екатериной Второй 26 ноября 1769 года, об учреждении ордена. Этот статут хранится также в нашей коллекции, и оригинала статута никто не увидел. Впервые увидите вы. Наряду с раритетами Российской империи и СССР на выставке можно познакомиться с наградами России. Они демонстрируют преемственность с орденской системой дореволюционного и советского периодов. Выставка «За службу и храбрость» откроется 3 октября в залах музея Арсеньева. Дмитрий Беломеснов, Денис Фадеев. Новости на Восьмом. Третий ежегодный фестиваль «Тайги» пройдет в Приморье с 28 сентября по 13 октября. В нем примут участие 24 ресторана Владивостока почти в два раза больше, чем в прошлом году. В заведениях будут подавать таежные сеты по цене 888 рублей. В некоторых ресторанах гости смогут попробовать и отдельные фестивальные авторские блюда из даров «Тайги». В меню появится похлебка из изюбря, попкорн из мяса косули, таежный наполеон с облепихой, а также дикоросы, речная рыба, грибы, дичь, мед и орехи. Те продукты, которыми богато Приморье. Повара попробуют поиграть с текстурами, с вариантами подачи и сочетаниями продуктов. Обещают, что все будет экологичным, натуральным и свежим. Большая часть заведений – постоянные участники гастрономических фестивалей «Тайги», который входит в проект Pacific Russia Food, направленный на популяризацию локальных продуктов и развитие дальневосточной кухни. Эти выходные также подготовили много мероприятий для жителей Владивостока. По традиции в городе развернутся познавательные, культурные и развлекательные площадки на любой вкус. А выбор поможет сделать моя коллега Катерина Матвеева в рубрике «Афиша». Здравствуйте, меня зовут Катерина Матвеева. И сейчас все о самых интересных событиях на ближайшие дни. В Театре молодежи открывается Тихоокеанский международный фестиваль современной драматургии «Метадрама». Всех поклонников театрального искусства приглашают на эскиз по пьесе «Человек из Подольска» Дмитрия Данилова. Московское отделение полиции превращается в пристанище интеллектуалов, где вместо пыток используют такой вопросник, что можно не только растеряться, но и вообще остаться с чувством острой пустоты и никчемности. Стоимость билетов – 200 рублей, начало 18.30. Во Дворце культуры железнодорожников пройдет конкурс самодеятельных театральных коллективов «Свет рампы». Классические пьесы познакомят с классической литературой и историей, современные помогут разобраться в процессах, которые сейчас происходят в искусстве. Начало в 9.30, вход свободный. Четвертый краевой форум «Выставка полезна пенсионерам» пройдет в Фескохоле. Посетителей ждут ярмарка социальных товаров и услуг от приморских производителей. Также будут вестись консультации по вопросам социальной защиты и обслуживания, обязательного медицинского страхования, пенсионного обеспечения и трудоустройства пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Начало в 9.00, вход свободный. На водной станции ТОВ состоится международная гонка на мотоциклах «Эндуро» на пределе. Она станет финальным этапом чемпионата России. В состязании примут участие спортсмены из России, Кореи и Таиланда. Сильнейшие гонщики на пределе возможностей вновь будут выяснять, кто из них лучший в этой гонке на краю континента. Начало в 14.00, стоимость билетов 250 рублей, детям до 5 лет бесплатно. Проверить свои силы и выносливость приглашают горожан на международном Владивостокском марафоне. В этом году впервые доступна дистанция на 10 километров. Традиционные забеги состоятся на 5, 21 и 42 километра. Для самых маленьких марафонцев будет доступна дистанция в 1 километр. Не забудьте предоставить оригинал медицинской справки о допуске к беговым соревнованиям. Призовой фонд марафона 1 миллион рублей, старт в 8 утра, стоимость участия от 1000 до 5000 рублей. Очаровательные создания, милые котята ищут свой дом. Благотворительная выставка раздачи котят и кошек пройдет в парке Минного городка. Также в программе сбор пожертвований для бездомных животных, благотворительная ярмарка, аквагрим для детей. Начало в 11.00, вход свободный. Международный день туризма отметить на 5-й юбилейной ярмарке путешествий. Вас ждут выступления национальных коллективов, конкурсы, мастер-классы и розыгрыши. В финале праздничного дня представители японского консульства разыграют сертификат на путешествие в Японию и авиабилеты в Токио. Управление по туризму Макао будет знакомить гостей с национальной кухней и разыграет два путешествия в азиатских Лас-Вегас. Праздник развернется на верхней площадке спортивной набережной. Начало в 12.00, вход свободный. Социальный проект «Бумеранг» стартует во Владивостоке. Для гостей подготовили развлекательную программу и аукцион с ценными подарками, где все вырученные деньги пойдут на приобретение продуктов для пенсионеров и ветеранов. Полки с бесплатными продуктами для нуждающихся людей появятся в супермаркетах и магазинах города. Начало в 12.00, вход свободный. Традиционный городской праздник «День тигра» развернется на площади борцам за власть советов. Горожан ждут праздничное шествие колонн по Океанскому проспекту, вручение техники и передача инфраструктурных объектов, созданных Центром «Амурский тигр» и праздничный концерт. Музыкальные хедлайнеры праздника в этом году группы «Серьга» и «Ума Турман». Начало в 10.00, вход свободный. На этом у меня все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках города. И далее к новостям спорта. Футбольный клуб «Луч» встретился с московским «Динамо». Матч прошел в рамках 1-16 Кубка России. Несмотря на то, что приморцам противостояла команда из премьер-лиги, борьба на поле получилась равной. Итог игры определил всего один гол. О том, как прошел кубковый матч, расскажет Максим Яковлев. Московская «Динамо», некогда считавшаяся одним из топовых клубов России, сегодня переживает не лучшие времена. Команда в премьер-лиге обитает почти на дне турнирной таблицы. Три года назад на один сезон белосинии даже вылетели в ФНЛ, где сейчас играет «Луч». Но и приморцам похвастать перед гостями было нечем. 11-е место и довольно нестабильная игра не сильно внушали доверие. Поэтому матч одной 16-й Кубка России, где встречались эти команды, был непредсказуемым. За всю историю «Динамо» с «Лучом» провели всего 10 матчей. 8 из них выиграли москвичи. Некогда первоклассный клуб привлек на одноименный стадион во Владивостоке большое количество зрителей. И каково же было их удивление, когда именно приморцы открыли счет. После подачи углового Кирилл Марущак сначала направил мяч в штангу, а затем сам же оказался первым на добивании. Этот гол стал центральным событием матча. В начале игры нужно взять игру под контроль и постараться забить быстрый гол, потому что в таких играх очень многое меняет. К сожалению, у нас не получилось. У игроков «Луча» как раз наоборот, со стандартом нам забили. И действительно, после забитого мяча на 20-й минуте москвичам пришлось постоянно прессинговать, играть в догонялки. После перерыва подобный расклад сохранился. Обстановка накалялась, и любая ошибка могла стать решающей. Одним из ключевых моментов, например, стало падение в штрафной полузащитника «Динамо». Судья нарушения не увидел, за что чуть было не был затоптан недовольными гостями. Марущак, который подставлял ногу в этом спорном моменте, отметил, что после матча «Динамовцы» сами признали – пенальти не было. В итоге «Приморцы» смогли удержать победный счет 1-0 до финального свистка. Чтобы этот счет удержать, мы выпустили пятого защитника центрального. В защите начали играть в пять защитников. При том, что, играя в эту схему, мы могли забить еще три мяча. Болельщикам не очень нравится, когда команда сидит в обороне и на контратаках играет. Но раз это приносит нам результат, мы будем играть так. Эта победа позволяет «Лучу» пройти дальше, и теперь «Приморцев» ждет этап 1-8 Кубка России. В этой очередной борьбе на вылет нам будет противостоять клуб «Ахмат». Игра пройдет в городе Грозный 30 октября. Максим Яковлев, Евгений Апарин. Новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. К 2023 году паводки перестанут угрожать жилым районам. В Приморье разрабатывают меры предотвращения наводнений. Дары тайги попробуют приморцы. Очередной гастрономический фестиваль ждет гурманов. Новый музыкальный сезон ждет Владивосток. Приморская филармония готовится отметить 80 лет. Выставку награды собрания музеев Московского Кремля смогут увидеть приморцы. Она совсем скоро откроется в музее Арсеньева. Лингофонный кабинет появился в школе на Ходкинской воспитательной колонии. Ребята изучают английский язык. Луч обыграл московское «Динамо» и вышел в 1-8 Кубка России. На сегодня это все. Есть что добавить, заходите на страницы 8 канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните уже завтра. Вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу? Мы поможем. 8 канал. Главное – Владивосток. Дети из неблагополучных семей собирают залы восторженных зрителей. Становятся звездами? Такое теперь стало возможно. В России ширится движение «Упсалоцирка». Это единственный в мире цирк для хулиганов и трудных подростков. Здесь ребятам из неблагополучных семей дают шанс изменить свою жизнь. С 2008 года под эгидой цирка проходит международный фестиваль «Летающие дети». Смотрим ролик этого центра вместе и надеемся, что последователи «Упсалоцирка» появятся во Владивостоке без комментариев. Сразу после прогноз погоды. С вами была Юлия Ракотская. Увидимся на восьмом.